Здравствуйте, Иван. Давно мы с вами не общались. Хотелось бы вас спросить по поводу вашего активного участия в Театре Силы. Насколько я знаю, пошло вам 7 представлений Театра Силы, и в каждом представлении Театра Силы вы были ведущим. В некоторых представлениях вы даже лично понимали участие во время перерывов как любитель, как спортсмен, как атлет. Это, кстати говоря, задумка была такая, шоу, или это ваше спонтанное решение? И как вообще вы относитесь со стороны Театра Силы? Успеваете ли на него посмотреть не как ведущий, но как зритель, как болельщик? Изначально этот проект, я туда входил в него как ведущий с некоторым опытом, но с таким заинтригованным состоянием. Потому что это совершенно новый, уникальный проект. Он был интересен и мне, мне было интересно, как будет выглядеть это, чем он будет наполняться. Потому что изначально было заявлено, очень амбициозно было заявлено, что каждое представление не будет похоже на другое. Было очень интересно подключиться к нему. В конечном итоге я убедился, что и само наполнение не имеет аналогов вообще, пожалуй, в мире. И выглядит это очень впечатляюще. И само собой, в конечном итоге, когда появилась такая возможность, я попробовал и сам выполнить один из подъемов, который был на представлении. Это было спонтанно? Было абсолютно спонтанно. Это было одно из представлений, которое подразумевало участие зрителей. Вот. И просто посчитал, почему я сам за зрителями сойти и не попробовал. Поэтому сейчас мы планируем в Театре Силы чаще общаться со зрителями, больше контактироваться с аудиторией, которая пришла на эти представления. Это, я считаю, логично, потому что это идет в рамках той же логики, которую мы и до этого применяли, отдавать дань уважения атлетам прошлого, эпохе силовой атлетики, рассвету силовых видов спорта. Да, конец 19-го, начало 20-го века. И тогда было принято, что зрители, которые наблюдают за выступающими атлетами, они рядом. Зрители, которые выступают за атлетами, они принимают участие в представлении, пробуют что-то сами. Это традиция старинного цирка, где тоже выступающий зритель откроется рядом. Я планирую, что и дальше буду пробовать что-то для себя. Да, потому что принцип уникальности каждого последующего представления сохраняется. И мне все так же интересно вести этот театр, как и прежде. А что вам больше всего понравилось? Как зрителям, можно сказать, не как ведущим, а как зрителям. Много же было упражнений, да? Причем они практически каждый раз что-то новое появляются. Правильно? Вот что вам больше всего понравилось? Как болельщик, как зрители в театрах-силов? Ну, наши актеры нас регулярно радуют побитием рекордов всевозможных, равных, рекордов всех времен и народов. Я даже запретенее сказать, какое количество зафиксировали на сцене театра-силы. И это, пожалуй, самые впечатляющие подъемы всех. Аксель, работа с огромными весами, с оси Аполлона. Это очень большие гибли. Тяжелые гиры и тяжелые. Тяжелые, да. Слушайте, впечатление, которое производят сильные люди, оно очень сложно погасить это впечатление, потому что сила, она очень красива в любом проявлении. То есть, какой бы снаряд ни поднимали наши актеры, да, это выглядит очень хорошо. Я знаю даже, что вы на соревнования пригласили гостей, свою семью, и как бы ваша семья почти-таки полный составит, присутствовала, болела. Когда есть возможность, я всегда беру свою семью, своих детей, жену. Я хочу, чтобы ты видели все мои родные. Как реакция именно молодцы, молодцы половины? Я не буду говорить, что со мной жены, потому что жена, видимо, на это смотрит, может быть, немножко как с недоумением, или она понимает это? Нет, в этом весь и смысл, что мы ценим, мы понимаем, мы, конечно, хотим быть причастными к этому. А дети-то, наверное, не хотят со щелочами такими? Нет, ну это же девочки. У них немножко другие ценности. Они, пожалуй, это пример мужчин, на которых нужно равняться при выборе второй половины. А, они смотрят уже как на мужчин. Давай покажем, те мужчины должны быть такие сильные, крепкие, защитники. Пожалуй, это важнее. Вы дальше планируете, ну, дальше как быть ведущим, театр «Сила». То есть, как у вас дальше планы? Или вам горбы? Я надеюсь, что я буду сохранять эту привилегию, и мне все еще будут доверять вести театр «Сила». Я не планирую отказаться. По-моему, насколько я знаю, иногда бывает опечатление резко, но, насколько я знаю, по организации и по ведению очень редко возникают вопросов, да, и, по-моему, жители довольны ведением, как вы ведете. По крайней мере, мне нравится ваше ведение, у вас такое живое общение, непосредственное. Те общения, которые возникают, они возникают именно с того, что вы, как бы, не становитесь нас, как бы, над театром, как бы, сами пытаетесь жить театром, сами живете в представлении. У меня такое ощущение, что вы, наверное, иногда увлекаетесь, и прям живете в этом представлении. То есть, как бы, вы считаетесь неотъемным участником этого жилища? Или у меня так камень со стороны? Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что единственное, что можно сказать, наверняка, я просто остаюсь тем же самым человеком, какой я есть, то есть не играю никакую роль. Ну да, иногда просто некоторые ведущие просто увлекаются и ведут себя, как бы, просто дистанцируют, просто считаются как ведущие, как бы, да, официальные. У вас, мне кажется, нет такого акции. Слушайте, ну, мне изначально показался проект театр «Расилы» таким, неким, открытым, таким, при этом, камерным, таким, семейным. То есть, это такое нечто, нечто такое ценное, как какая-то реликвия, да, вот, то есть, ну, устраиваясь за этого такое шумное шоу, просто такое, аркадного типа, вот, ну, это не то. Это, это не молодежный такой между собой, это серьезное шоу, серьезными актерами, и, я надеюсь, серьезным ведущим и соответствующей публикой. Ну, тогда желаю вам успехов именно в освещении этих соревнований. Сегодняшний интервью было посвящено именно театр «Расилы». Я думаю, что у вас есть и другие проекты, в том числе, когда, понимаешь, связанные непосредственно с фондом «Герлеон». Ну, я думаю, у нас будет еще время с вами попчаться, и я думаю, вы не откажете нам в интервью по вашему новому проекту. Конечно, конечно, обращайтесь. Спасибо большое, удачи, до новых встреч. Все хорошо.